где взять любовь к людям если в тебе ее нет вы знаете вот есть такой хороший принцип если ты не чувствуешь любви то делай дела любви вот даже если внутри никакого отклика нет постарайся начать выполнять те заповеди которые дал господь вот у апостола иоанна богослова в его втором соборном послании есть прекрасные строки любовь же состоит в том чтобы мы поступали по заповедям его то есть не надо сидеть на диване и ждать когда любовь сама собой придет вот и сидишь там на месте и думаешь что меня не осеняет никак любовь а ты постарайся все-таки исполнить те заповеди которые господь тебе дал вспомним в беседе о страшном суде из евангелия от матфея спаситель говорит ибо алкал я и вы дали мне есть жаждал и вы напоили меня болен был и в темнице и вы посетили меня наг был и вы одели мне так как вы сделали это одному из братьев моих меньших то сделали мне вот обычно наша жизнь она прямо противоположно выстраивается мы думаем только о том как самим не быть голодными жаждущими думаем только о том как самим во что-то одеться не попасть в тюрьму за какие-то свои дела не заболеть а другие люди находятся уже на далеком втором плане и конечно вот пока эгоизм присутствует в нашем сердце то любовь никогда не посетит если попытаться постараться даже просто чисто внешне тому человеку которому испытываешь неприязнь постараться сделать какое-то доброе дело то вы сами увидите что у вас внутри вдруг начинает что-то согреваться начинает сиять какой-то свет потому что доброе дело оно согревает душу и вслед за этим добрым делом будет появляться любовь ну и конечно нужно помнить что вот такая вот подлинная благодатная любовь она дается только как божий дар потому что бог есть любовь и только тот человек приобщается любви который приобщается к богу и пока ты не очистишь свое сердце от грехов любовь не начнет там сиять пока в твоем сердце греховные помыслы помыслы раздражения негодование осуждения и так далее то любовь там не поселится и в общем то если посмотреть на такую реальную практику церковной жизнью когда мы стараемся как можно чаще исповедоваться вот исповедовать те свои нечистые помыслы греховные поселившись в нас то удивительным образом каждый раз после вот такой вот искренней исповеди появляется и любовь к ближним то есть любовь она напрямую связана с чистотой нашего сердца и подается она как благодатный дар вот как у апостола павла сказано а вас господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем вода господь нам всем приобщиться такой удивительной любви